Якутске состоялась авиаконференция. Участие приняли представители Росавиации, федеральных и региональных авиакомпаний, в том числе АК Якутия. Коллеги обсуждали эксплуатацию самолета Сухой Суперджет. Сюжет Ивана Подоницына. Ощутить живое биение пульса современной гражданской авиации можно было сегодня на летно-технической конференции в городе Якутске. Следует отметить, что авиакомпания Якутия одна из рекордсменов по количеству налета часов на Сухом Суперджете. Поставная повестка конференции – это эксплуатация в условиях российского авиапространства Сухого Суперджета. На данный момент в авиакомпании порядка четырех самолетов в феврале 2017 года планируется закупить еще один. Под патернатом Федерального агентства воздушного транспорта участвовать в конференции собрались различные отечественные авиакомпании, эксплуатанты Сухого Суперджета, цель которых – поделиться летным опытом. Выслушать примечания с первых рук и обсудить вопросы модернизации эксплуатационных характеристик приехали представители производителя гражданские самолеты Сухого, а также производители двигателей из Пауэрджет и сотрудники международной компании Суперджет Интернешнл. Самолет является все-таки новым. Нам приходится устранять эти детские болезни, но не без этого, потому что любой самолет требует доработки и в процессе эксплуатации. В общем, в чертах можно сказать, что он довольно-таки приемлемый для эксплуатации именно в нашем регионе. Поэтому мы хотим продолжать эксплуатацию этого самолета и наращивать флот. Но помимо совершенствования Сухого в повестке слушаний, также прозвучали вопросы поддержания летной годности самолетов республиканской авиакомпании. Проблемы с эксплуатацией Н-24 связаны не столько с запчастями, сколько с некоторыми затруднениями в поддержании летной годности этих воздушных судов, связанных с тем, что разработчик не российский, а Украина. Вот здесь есть проблемы, которые мы сейчас пытаемся решить. У нас есть намеченный план, как эти проблемы решить. Поэтому я думаю, что в тех ресурсах, которые заложены у этого самолета, он должен доработать. По малой авиации есть перечень определенных самолетов, которые потенциально могут быть востребованы на местных линиях. Но пока еще конкретно таких решений Минпромторг не принял. В республике Саха и Якутия, благодаря последнему октябрьскому пополнению, география полета в Суперджет расширилась в направлениях ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам представителей авиакомпании Якутия, в будущем году также планируется расширение маршрутных границ. Можно сказать, что Якутия с самого начала взяла лидирующее положение. Единственное, кто может нашу Якутию обогнать, это мексиканцы периодически берут реванш. Но в этом отношении, ну как бы, у них 22 самолета, у них мощная база. И потом у них не так холодно, немножко теплее. В результате прошедшей конференции был разработан ряд решений по дальнейшему взаимодействию производителя, государства, эксплуатантов и аэропортов Российской Федерации в отношении воздушных судов Суперджет-100. Иван Подойницин, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.